Глубоко уважаемые коллеги, спасибо большое за ожидание. Сегодня мы поговорим об инновациях в лекарственном лечении рака молочной железы, что, собственно, нового произошло за последние несколько лет, а также несколько слов об актуальных вопросах реабилитации больных данной категории, больных рака молочной железы. Так вот, в настоящий момент действительно изменилась парадигма в лечении метастатического рака молочной железы, и всё зависит от биологического потипа, то есть от тех рецепторов ловушек, которые есть на ядре опухолевых клеток или тех мутаций изменений клеток на генетическом уровне. Если мы говорим о больных, в опухоли которых обнаружили истинный так называемый HER2-позитивный рак молочной железы, то здесь основная стратегия заключается в том, что нужна постоянная длительная терапия, анти-HER2-терапия с тростозумабом, или же тростозумабом и меняется комбинаторный партнёр. В частности, в первой линии может быть предусмотрена комбинация тростозумаба, пертузумаба и противоопухолевого цитостатического агента до цитоксела. Затем с каждым прогрессированием либо меняется комбинаторный партнёр к тростозумабу, либо назначается другая линия анти-HER2-терапия. В частности, таким препаратом является ТДМ. Но данный подход уже для нас, в нашей клинической практике будет несколько лет. Впереди, конечно же, новые опции, но они ещё не зарегистрированы на территории Российской Федерации. И сегодня мы больше будем говорить о тех препаратах, о том новом, что уже вошло в нашу клиническую практику. Следующий слайд, пожалуйста. Но чтобы определиться с тактикой, нужно правильное дообследование. Не только методы лучевой диагностики, но и также важно проведение своевременной иммуногистохимической и молекулярно-генетической обследования. Хорошо быть опытным химиотерапевтом или хирургом, когда в вашей команде работают опытные гистологи и молекулярные генетики. И вот о возможностях обследования в рамках ОМС и даже о возможностях консультации в нашем центре. На все вопросы подробно расскажет в конце нашей школы Анна Николаевна Малкова. Но что я хочу подчеркнуть и что отразится в рекомендациях тех, которые мы будем и должны следовать, что обязательно биопсия первичной опухоли или метастатических очагов, если после первичного лечения прошло несколько лет и выявляются новые очаги. Так вот, биопсия здесь обязательно с последующим иммуногистохимическим методом. И определяются не только рецепторы эстрогена и прогестерона, но и экспрессия HER2, Ки-67, а также определяется амплификация гена HER2 методом флюористентной гипертизации ин-ситу в том случае, если HER2 2+, то есть такая серая зона и нет амплификации, и есть амплификация, мы не знаем. В таком случае нужно определение копийности гена. То есть иммуногистохимия — это то, что происходит на поверхности ядра, а молекулярный генетический метод ФИШ — это то, что происходит внутри клетки. Это реверная ситуация. Это будет увеличение копийности. Если мы не знаем, например, HER2 2+, то нужно выполнение ФИШ-метода. Это обязательно, иначе мы не можем назначить адекватное лечение. Также вот новое, то, что произошло в нашей клинической практике, это при трижды негативном биологическом потипе рака молочной железы в первой линии определение экспрессии белка PDL иммуногистохимическим методом, а также определение мутации в гене ПИК-3СИЕЙ у пациентов с гормонозависимым HER2, отрицательным раком молочной железы. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, поговорим о тех инновациях, о том новом, что произошло в лечении гормона позитивного HER2-негативного метастатического рака молочной железы. То есть, когда на ядре опухолевой клетки есть рецепторы эстрогенов, нет экспрессии HER2 эпидермального фактора роста. Что сейчас есть? Какие у нас возможности? У нас в первой линии это комбинация гормонотерапии с тремя ингибиторами циклин-зависимых кеназ. Это полубоциклип, рибоциклип, абемоциклип. А уже во второй линии при наличии, о чем мы будем подробно говорить, при наличии мутации ПИК-3СИЕЙ, фосфодитол и зонитол трикеназы, тогда комбинация, например, фулгистранта с алпилисибом. Также мы не должны забывать о комбинации МТОР и виролимуса в последующих линиях с экземистаном. Но это более подробно. Следующий слайд. Итак, ингибиторы циклин-зависимых кеназ 4,6. Следующий слайд. По сути, не только за открытие в области иммунотерапии вручена Нобелевская премия, но она также была вручена в 2001 году за открытие в области регуляторов клеточного цикла основного механизма работы ингибиторов циклин-зависимых кеназ, когда клеточный цикл арестовывается в самом начале деления, и клетка дальше не делится. Следующий слайд. В нашем арсенале три богатыря, я бы сказала, три ингибиторы циклин-зависимых кеназ, которые включены в российские рекомендации Минздрава. Еще раз подчеркиваю, полбоциклип, рибоциклип и абемоциклип, они все назначаются в комбинации с гормонотерапией, как в первой, так и во второй линии. А вот препарат абемоциклип, он единственный, зарегистрирован к имеющимся показаниям комбинированного лечения и в монорежиме у пациентов интенсивно предлеченных. Следующий слайд. Итак, что мы можем назначить? Так вот, на этом слайде указано, что как комбинаторным партнером к ингибиторам циклин-зависимых кеназ может служить фулгистрант в комбинации как с полбоциклипом или рибоциклипом или абемоциклипом. Комбинаторным партнером из гормонотерапии может служить анастрозол или литрозол, или экзамистан, принимаемый ежедневно в комбинации как с полбоциклипом или рибоциклипом. И обратите внимание, что данное лечение назначается до прогрессирования или непоносимой токсичности. Единственное исключение, если полбоциклип и рибоциклип принимаются 3 недели в неделю интервала, то абемоциклип, он принимается постоянно без интервалов. И еще вот я о чем говорила, что абемоциклип может назначаться по 400 мг в сутки внутрь в два приема ежедневно до прогрессирования или неприемлемой токсичности постоянно без комбинаторного партнера. Следующий слайд. И вот очень важные изменения, которые произошли в понимании, что после первой линии может наступать прогрессирование. Это может быть как первичная резистентность либо приобретенная резистентность. Это термины, которые должны волновать врачей. А почему это, собственно, происходит? Потому что может происходить гиперактивизация фосфонитол-занитол-трекиназы, АКТ-МТОР-пути в результате мутации вот этого гена. Фосфонитол-занитол-трекиназы. Следующий слайд. Данная мутация обнаруживается у 40% больных, практически у каждого второго пациента. Поэтому при диагностике метастатического рака молочной железы наряду с определением рецепторов эстрогенов прогестерона ХЕР-2, то необходимо определять также и мутацию ПИК-3СЕЙ. Следующий слайд. И что важно отметить, что мутация ПИК-3СЕЙ это стабильный биомаркер. Если в лечении больных метастатическим раком лёгкого, аденокарциномы, которая схарактеризует сама по себе болезнь высокой мутационной нагрузкой и выполняется ре-биопсией, повторной биопсией во время лечения, потому что могут приобретаться, возникать новые мутации, то вот мутация ПИК-3СЕЙ это стабильный биомаркер. Она либо есть, либо её нет. Она может быть как и обнаружится и на ранних стадиях в первичной опухоли, и она сохраняется в очагах метастазирования. Но если решать вопрос, где выполнять биопсию из первичной опухоли или из метастазов, уже когда произошло прогрессирование, конечно же, нужно выполнять биопсию из метастазов. Следующий слайд. Так звучит рекомендация, что комбинация ингибитора ПИК-3СЕЙ, ПИАТРИКЕКИНАЗА, АЛПИЛИСИБА с фулвестрантом рекомендуется при наличии мутации больным с распространённым гормонозависимым ХЕР-2 негативным раком молочной железы при прогрессировании, и АЛПИЛИСИБА не следует назначать больным с сахарным диабетом первого типа, а также неконтролируемым диабетом второго типа, потому что вот эта вот мишень ПИК-3СЕЙ, я так называю, она одна и участвует как в контроле уровня глюкозы, и также это важная мишень, важная точка в сигнальном пути, которая отвечает за контроль опухолевой клетки, поэтому повышение глюкозы уровня, повышение уровня глюкозы в крови у пациентов гормонопозитивным рамом молочной железы, которые получают АЛПИЛИСИБ, это достаточно нормальная ситуация, и она контролируемая, но это не сахарный диабет, который возникает у пациентов на фоне лечения данной терапии, об этом надо помнить, но вот что важно, что у пациентов в клиническом исследовании с сахарным диабетом первого типа не включались, поэтому у нас таких данных нет, и мы, соответственно, не можем назначать данной категории больных АЛПИЛИСИБ, комбинации с гормонотерапией. Следующий слайд, пожалуйста. И дальше, теперь мы поговорим о БЕРСИ, позитивном раке, раке молочной железы, то есть у больных, у которых обнаружена мутация БЕРСИ, это феномен Аджалина-Джали, хорошо нам известно, тем более в нашей практике появились два препарата Аллапариб и Таллазапариб. Следующий слайд. Следующий слайд. Как мы должны поступать у больных трижды негативным раком молочной железы. Мы, врачи, по сути, стоим на распутье, у нас впереди три дороги. Если есть мутация БЕРСИ, мы её определяем, если или нет мутации, но мы должны одновременно и определять ПДЛ-экспрессию. И если ПДЛ-экспрессия есть в первой линии, у больных с мутацией БЕРСИ, конечно, отдаётся предпочтение иммунотерапии от изолизумана в комбинации с напоклитокселом, это в первой линии. Но если у пациентов с БЕРСИ-мутацией ПДЛ-экспрессии нет, тогда, конечно же, назначаются ПАРП-ингибиторы. Но БЕРСИ-мутация может обнаруживаться не только у больных трижды негативным раком молочной железы, но и у больных с гормоночувствительным раком молочной железы. И вот, возвращаясь ещё раз к БЕРСИ-позитивному раку молочной железы, хотелось бы отметить, если говорить в целом о трижды негативном раке молочной железы, а я говорила о распутии, так вот, если есть ПДЛ-экспрессия назначается иммунотерапия в первой линии, если ПДЛ-экспрессии нет, у пациентов уже предлеченных химиотерапией назначается ПАРП-ингибитор, а если нет ни ПДЛ-экспрессии, ни БЕРСИ-мутации, тогда пациенты получают химиотерапию, предпочтение отдаётся монорежиме, потому что таких режимов достаточно много. А вот пациентов с БЕРСИ-мутацией, гормоночувствительного рака молочной железы, здесь предпочтение в первой линии отдаётся гормонотерапии с ингибиторами циклинозависимых кенаст, а только после возможно назначение ПАРП-ингибиторов. Следующий слайд. Таким образом, при БЕРСИ-мутации эта терапия назначается пациентам как трижды негативным раком молочной железы, так и гормоночувствительным раком молочной железы. Пациенты с предшествующей химиотерапией в анамнезе и работают ПАРП-ингибиторы также и при различной локализации метастазов, при висцеральных метастазах, при лёгочных метастазах, включая метастазы в центральную нервную систему. Следующий слайд. Назначаются как алопариб в дозе в таблетках 600 мг в сутки внутрь ежедневно до прогрессирования или неприемлемой токсичности, или талазопариб 1 мг в сутки внутрь ежедневно до прогрессирования или неприемлемой токсичности. Следующий слайд. Теперь, всё-таки возвращаясь уже к трижды негативному раку молочной железы, мы обсудили пациентов с херпопозитивным, с гормоночувствительным раком, пациентом с берсей мутации и теперь трижды негативный рак молочной железы. Следующий слайд. Вот в первой линии конечно же при наличии педеликс подаётся иммунотерапии. Следующий слайд. Далее. Потому что на самом деле следующий слайд. Да, у нас благодаря регистрационному удостоверению в первой линии подчёркиваю именно у пациентов с ПДЛ-экспрессией на иммунокомпетентных клетках инфильтрирующей ткань опухоли зарегистрированной комбинации именно в первой линии, я это подчёркиваю, в первой линии комбинации с нафоклитоксилом отезолизума. Назначение данного лечения у интенсивно предлеченных пациентов неоднократно обсуждается на многих конгрессах, но, к сожалению, у предлеченных пациентов данный вид терапии, во-первых, не зарегистрирован, а также не работает. Фатима Кордоза на конгрессе, который проходил не так давно и был посвящён проблемам лечения метастатического рака молочной железы, это подчёркивало, что иммунотерапия нецелесообразна назначать пациентам даже с ПДЛ-экспресси. Она практически не работает. Следующий слайд. Следующий слайд. Ещё, пожалуйста. Ещё. Вот сейчас здесь небольшая анимация. Ещё. Стрелочка ещё должна быть. И на этом ещё раз хотелось бы подчеркнуть, что почему иммунотерапия работает, потому что для трижды негативного характерно высокая мутационная нагрузка образуется большое число новых опухолевых специфичных антигенов и в результате стимуляции иммунного ответа. Следующий слайд происходит. Что делает отезолизумаб? Он заново обучает организм распознавать опухолевую клетку, которая до настоящего момента была для организма невидимкой. Так вот, назначается поклитоксел с так называемым напоклитоксел комбинацией с отезолизумабом у пациентов метастатическим трижды негативным раком молочной железы, не получавших лечения по поводу метастатической болезни, но главное условие, которое должно быть выполнено, это определение уровня экспрессии ПДЛ на иммунокомпетентных клетках, первичной опухоли или из метастатического очага с применением конкретного теста Вентана СП-142. Данная методика определения данного теста, оно не включено в стандарты ОМС, но в настоящий момент выполняется по программе канцер-геном русском. И вот этот режим поклитоксела, нам поклитоксела с отезолизумабом указан на слайде. Следующий слайд. еще раз подчеркиваю, данная терапия назначается безусловно в первой линии и мы должны еще раз помнить, что каждый пациент он уникален, не существует одного и того же одной рекомендации, которой мы можем следовать всем пациентам. Индивидуально каждому пациенту мы подбираем лечение, чтобы собственно наши пациенты жили долго и качественно. И здесь большое значение играет также и проведение реабилитации. Это психологическая реабилитация, физическая реабилитация, медико-социальная реабилитация. Вот те школы, которые мы проводим с пациентским движением, с Мариной Борисовым движением, в том числе против рака, тоже входит, как является, медико-социальной такой вот реабилитацией. И вот в этих школах всегда у нас принимают психологи. И вот в психологическую реабилитацию включены различные психосоциальные методы. Это и психообразовательные мероприятия, когнитивно-поведенческая психотерапия, поддерживающая психотерапию. Ещё раз я обращаюсь к пациентам, что психолог это не врач, это специалист, который закончил университет 6 лет, потом ещё образование дополнительное. И психолог помогает пациенту адаптироваться к болезни, выработать правильную стратегию и сделать всё зависимое, чтобы не жить этой болезнью и избавиться от страха рецидива. В нашем центре, как и в других центрах, работают медицинские психологи, которые оказывают медицинскую реабилитацию, психологическую реабилитацию, как во время госпитализации пациентов, так и амбулаторную. Следующий слайд. За время, Татьяна Юрьевна. Да, да, да. Я сейчас за время своих ответов на вопросы я как раз их практически и съем. Ну и поэтому физическая реабилитация, она также важна для пациентов. Ещё в своё время Гиппократ говорил, если бы мы ели столько, сколько нужно и двигались столько, сколько нужно, мы многие проблемы могли бы избежать. И вот 150 минут активного движения в неделю это профилаб в том числе не только различных сопутствующих заболеваний, но и прежде всего рецидива. И это подтверждается результатом международными и в том числе нашими отечественными исследованиями, которые не так давно было проведено в нашем центре Клюге Валерии Алексеевны, который скоро будет защищать кандидатскую диссертацию. Следующий слайд. Кроме того, также в нашем центре есть возможности, как и в других центрах профилактики лимфодемы. Следующий слайд. Как и её собственное лечение. Следующий слайд. И здесь вот следующий слайд. Для возникновения лимфодемы возможно низкоинтенсивная лазеротерапия, пневмокомпрессия, лекарственные препараты, всё в комплексе по назначению врачей-реабилитологов. Кроме того, специально хочу сказать, диета с профилактикой так и при лечении не существует. Диета определяется только той сопутствующей патологией, которая у пациента есть. Следующий слайд. также нужно помнить, конечно же, о весе, стараться поддерживать нормальный вес тела. И таким образом, в настоящий момент я хочу сказать, что мы живём достаточно в интересное время, когда для лечения рака молочной железы постоянно происходит изменение в сторону появления новых препаратов. И для наших пациентов прежде всего появляются уникальные возможности лечения. И мы знаем, как лечить рак молочной железы. У нас есть препараты, но биология рака у каждого пациента своя. И лечение, ещё раз подчёркиваю, нужно подбирать индивидуально. Спасибо большое, друзья, за ваше внимание.